Правительство страны продолжает создавать условия для повышения доступности медицинской помощи. Передвижные медицинские центры обеспечивают оптимальные возможности для оказания медицинской помощи максимальному количеству нуждающихся в ней людей. Такие комплексы имеют многоцелевое назначение, используются для общих профилактических осмотров, диспансеризации населения, вакцинации, выявлений заболеваний на ранних стадиях. Они оснащены самым современным и высокотехнологичным медицинским оборудованием. В прошлом году в 67 субъектов страны поставлено более 250 мобильных комплексов и машин, в их числе 60 медицинских комплексов для оказания первичной медицинской помощи, 44 комплекса для проведения профилактических осмотров, 99 комплексов для проведения флюорографии и мамографии, 50 автомобилей, укомплектованных медицинским оборудованием. С этого года в рамках программы развития первичного звена здравоохранения региону смогут закупать передвижные медицинские комплексы для оказания медицинской помощи и проведения профилактических осмотров, что особенно важно для жителей удаленных и труднодоступных территорий. Кроме того, благодаря продлению программы регионы продолжат получать субсидию на капитальный ремонт медучреждений, строительство ФАПов, приобретение оборудования. В прошлом году 15 передвижных медицинских комплексов уже отправились в отдаленные районы нашего края, чтобы на ранней стадии выявить онкологию и сердечно-легочные заболевания. Еще два передвижных цифровых медицинских комплекса на колесах отправятся в районы в ближайшее время. На каждую машину уже готовы бригады, медперсонал укомплектован. О доступности медицины в районах края поговорим с гостей. У нас в студии Светлана Лапшина, исполняющая обязанности заместителя министра, начальника управления организацией медицинской и фармацевтической помощи населению Министерства здравоохранения Хабаровского края. Доброе утро! Сколько таких медицинских передвижных комплексов уже работают на территории нашего края и где именно они располагаются? На территории края в настоящее время работает 16 передвижных комплексов. И, как вы правильно сказали, два комплекса начинают работать в самое ближайшее время. Они закуплены для Ульшского и Солнечного муниципальных районов. Из этих 16 комплексов, которые работают в настоящее время, один – это стоматологический передвижной комплекс в районе Лозо. Комплексы здесь работают на всей территории края, кроме трех самых удаленных районов. Это Тугуро-Чемиканские, Аяномайские и Охотские районы. Просто в связи с тем, что там нет транспортной доступности и невозможно туда проехать медицинскому комплексу. На всей остальной территории Хабаровского края такие передвижные комплексы имеются. Хотелось бы уточнить, может быть, график их работы круглогодичный или они? График работы круглогодичный. В данной ситуации мы работаем очень плотно с администрациями сельских поселений. Заранее, когда передвижной комплекс планируется посещение того или иного населенного пункта, в средствах массовой информации, и по возможности вывешиваются объявления, население уведомляется, и стараемся осмотреть как можно больше людей при посещении населенного пункта. Ну, мы уже коротко в подводке рассказали, что, в общем-то, это передвижные комплексы, которые оборудованы современными какими-то аппаратами, необходимыми для обследования, оказывается высокотехнологичная помощь, но все-таки расскажите подробнее, чем эти комплексы оснащены? Комплексы оснащены флюорографами, рентгенологическим оборудованием, и есть комплексы, которые являются мини-поликлиниками, где есть рабочие места для врачей-специалистов, диагностические лаборатории, ЭКГ, то есть все необходимое для осмотра населения, выявления заболеваний, для проведения диспансеризации населения. Насколько они популярны вообще? Часто люди приходят, узнавая о том, что сейчас передвижной медицинский комплекс приедет, окажется в поселке или в селе, допустим? Выходит ли? Если мы берем статистику прошлого года, то было проведено более 900 выездов медицинских комплексов, и осмотрено больше 75 тысяч человек, то есть это в отдаленных населенных пунктах. Из них больше 28 тысяч – это дети. Всего посещений было больше 175 тысяч, то есть объемы очень большие осмотров. Но это не может не радовать. Что удается выявить в ходе этих обследований, если говорить о результативности таких мероприятий? Выявляются и острые заболевания, зачастую люди сразу отправляются на госпитализацию, выдаются направления. Выявляются хронические заболевания, сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, особенно онкологические заболевания наружных локализаций. Давайте, может быть, мы сначала уточним, какие специалисты проводят данные обследования. Это специалисты местные или из краевого центра. В общем, кто работает в таких медицинских передвижных центрах? В таких медицинских центрах передвижных работают специалисты районных больниц, к которым прикреплены данные комплексы. Если специалистов не хватает, тогда уже укомплектовывается из краевых учреждений. Ну и опять же, какой спектр обследований можно пройти? То есть, опять же, вы сказали, стоматологический кабинет появились. Это чудесно. Тут все, наверное, понятно. Ну и опять же, там только пломбу поставить можно? Или можно, не знаю, вырвать зуб, поставить... Какие услуги? Виниры. Ну, может быть... Виниры, конечно, мы не поставили. Ну, шутка, шутка, да. В общем, какие услуги можно получить? Диспансеризацию проходят люди. То есть, это осмотр специалистами, осмотр русскими специалистами. Для каждого населенного пункта здесь уже свой набор специалистов, в зависимости от потребности. Тоже районная больница подбирает специалистов. Лабораторные исследования. То есть, это общеклинические, можно сделать все на этом передвижном комплексе. Анализы, да? Анализы, да. То есть, пройти ЭКГ, флюорографию. Есть комплексы, оснащенные маммографами. То есть, вот последний закупленный комплекс для Учерского района, там в том числе оснащен маммографом. Любой житель территории может прийти в этот передвижной пункт и пройти необходимое обследование. Правильно я понимаю? Совершенно верно. При наличии паспорта и полиса обязательного медицинского страхования, любой человек может просто пройти данное исследование. Можно еще уточню? А УЗИ можно, например, проходить? Или только, например, флюорография? УЗИ, аппараты есть передвижные. И при необходимости тоже могут быть на этих. Но помимо того, что у нас работают вот такие передвижные комплексы на колесах, есть еще у нас в период открытия речной навигации типа ход здоровья. Все уже с ним давно знакомы. В этом году он возобновит свою работу. И какие он будет проводить обследования на теплоходе? Какие будут проводиться обследования? Да, в этом году теплоход здоровья возобновит свою работу. Это уже будет 12-й выезд теплохода здоровья. В прошлом году он совершил 23 остановки в 32 населенных пунктах, находящихся по расположению реки Амур, бассейне реки Амур. И в этом году, ориентировочно с 25 мая планируется возобновить работу теплохода здоровья. И это будет Комсомольский, Амурский, Ульчский и район Полины Осипенко. То есть те районы, которые находятся в бассейне реки Амур. Но комплекс медицинских услуг примерно такой же? Комплекс медицинских услуг примерно такой же. Если мы опять же говорим статистику 23-го года, то больше 3000 человек были осмотрены на теплоходе здоровья. Из них больше 800 – это дети. То есть я почему так подчеркиваю, потому что треть практически – это осматриваются дети. И было сделано больше 5000 диагностических исследований. Выявлено, вот я тоже была удивлена, когда смотрела статистику, больше 6000 заболеваний. Из них 2000 впервые выявлены. 131 человек был сразу направлен на госпитализацию после осмотра. Вот вы знаете, я переживаю. У нас есть мобильные центры, у нас есть теплоход здоровья. Но как же Тугуро-Чумиканский, Аяномайский и Охотский районы? Может, мы придумаем еще какой-нибудь самолет здоровья, чтобы он все-таки туда мог тоже добраться и там обследование проводить? У нас Тугуро-Чумиканский, Аяномайский районы, они тоже не обделены вниманием медицины. И туда тоже есть выездные формы, только не теплоходом и не передвижными комплексами. Туда просто вылетают бригады для осмотра населения. Слава богу, я переживал за это. Отлично. Спасибо. Особенно и детей, и взрослых осматривают специалисты. Отлично. Всем здоровья и детям, и взрослым. И не пренебрегайте своим здоровьем. Приходите и узнавайте о таких центрах, если они будут оказываться в ваших поселенных пунктах. Приходите и делайте обследование. Я еще хочу подчеркнуть, приходите просто на диспансеризацию. Вовремя обращайтесь к врачам-специалистам. Никогда болит, а вот пока еще не заболела. Да, есть возможность сегодня проводить диагностику. И в случае, если вдруг здоровье пошатнулось, то на ранних стадиях выявить заболевание и справиться с ним намного проще. Спасибо вам большое. В гостях была Светлана Лапшина, исполняющая обязанности заместителя министра, начальника управления организации медицинской и фармацевтической помощи населению Министерства здравоохранения Хабаровского края.